Всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media, и сегодня вас ждет очередной еженедельный выпуск новостей. Сегодня не понедельник, но все это потому, что, как выяснилось, мне тоже нужно отдыхать, и поэтому мы Geek Media соорудили такой небольшой семейный кэмп, и выходные провел на нем, поэтому новости снять не успел, и смотрите вы их не в понедельник. Но, тем не менее, вас ждет очень крутая неделя, у нас будет много стримов, много всего нового, и анонсы всего этого вы уже можете посмотреть в группе ВКонтакте. А еще сегодня мы расскажем про новости Кикстартера, новости наших издателей, новости зарубежных издателей, и они будут связаны с тем, что в последние выходные, когда я был на Geek Camp, проходил Gen Con, самая крупная выставка в Северной Америке по настольным играм. А с новостями Кикстартера, как всегда, нам поможет разобраться Илья Мурсеев с канала OhMyGames. Сразу после новостей вас ждет интереснейший стрим, а начнем мы с самой главной новости недели. Женька, вперед! Привет! А главная новость на этой неделе, Geek Media провела третий настольный кэмп. Мы ездили в Подмосковье, и целые выходные играли в настольные игры. Я такой, подхожу к двери, а там ловушка. И я так, чик, играю карточку, уничтожить ловушку. И открываю дверь. Открываю дверь и останавливаюсь в проеме. И мне в это время... На, 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 10 стрел в жопу, и я падаю дохлый и счастливый. Ха-ха-ха. В связи с чем, меня немножко пугают перспективы того, как будет проходить цифровой эссен. Но, давайте же обо всем по порядку. Как вы знаете, на выставке GenCon каждый год предсуждается премия Диана Джонс Трофе. Я уже неоднократно рассказал о том, что это такое. Если вкратце, то был очень неудачный роман про Индиана Джонса, который был полностью практически уничтожен. И его последний экземпляр был смятый сковерком, порван и сожжен. И всего лишь от него остался кусочек, на котором было не Диана Джонс, а написано было Диана Джонс. Его закатали в специальный пластик, такой пирамидкой. И теперь он называется Диана Джонс Трофе. Он выдается раз в год. Это переходящий такой приз, который выдается за самые крупные достижения в области настольной индустрии. Он может быть выдан какой-то игре, какому-то человеку, какой-то компании, кому в принципе угодно. В этом году его выдали чернокожим деятелям настольной культуры. Вот так вот. В этой премии в этом году было отмечено больше 20 лиц. И вы, я думаю, сами понимаете, в связи с чем это все произошло. Честно говоря, я считаю, что у настолок нет цвета кожи. И вот это не нужно было примешивать к настольным играм. Но кто я такой, никто меня не спрашивал. А вы расскажите мне свое мнение по этому поводу в комментариях под роликом. Вообще, мне показалось, что организация цифровой выставки была слабовата. Но вот Fantasy Flight Games анализировали целую кучу новинок и показали кучу дополнений, которых они выпустят в ближайшее время. Кроме самолетиков для X-Wing, там были прямо новые самолетики и перекраски старых самолетов. И про перекраски мы уже поговорим еще несколько раз в этом новостном ролике. Они показали две новые фракции для Star Wars Armada. Это была фракция, соответственно, республиканская и фракция сепаратистов. В Star Wars Legion тоже продолжаются войны клонов. И они показали две очень клевые фигурки. Первая это взрослый Энакин Скайуокер. А вторая это Дарт Мол. Плюс ваши фракции сепаратистов и республики в этой игре дополнятся дронами командующими. И специальными войсками клонов, соответственно, для республики. Еще в Fantasy Fight Games показали новый сет для Key Forge. И в нем нас ждет, кроме новой фракции, которая заменит одну из уже существующих. То есть, вы как понимаете, одна из уже существующих фракций покинет игровой формат. Еще показали новую механику. Это будет механика приливов. У вас будет специальная карточка 1 на 2 игроков. Которая будет лежать к вам либо малой волной, либо большой волной. И вы сможете использовать различные бонусы в зависимости от того, что дает ваша колода и что дает эта карта. Также показали новое дополнение большое к карточному ужасу Аркама. И все шесть новых маленьких дополнений, которые последуют в этом же цикле. Это дополнение будет посвящено городу Инсмут. И многие фанаты Лавкрафта прекрасно понимают, о чем я говорю. Еще показали новые дополнения к игре Marvel Champions. И это будет Человек-муравей, Оса, Алая Ведьма и Ртуть. Человек-муравей и Оса в рамках своей специальной механики смогут увеличиваться в размере. Прямо как они делали в комиксах и фильме. И чтобы обозначить это, специально будет карта большого размера. Это прикольно. А также показали новый большой сюжетный доп к этой же игре. Который будет называться Geolethys Most Wanted. И там будут известные нам злодеи по Стражам Галактики. А также будут Грут и Енот Ракета. Как я уже рассказывал, в одном из предыдущих выпусков новостей будет новое дополнение к Сумеркам Империи. Я уже рассказывал, что в нем будет. Также это показали в Fantasy Flight Games. То есть, утечка их информации оказалась настоящей. И при всем при этом, вы прекрасно теперь понимаете, что Хобби Уолл тоже издадут его на русском языке. Еще показали новую игру по вселенной Марвел. И это будет игра по Людям Икс. В этот раз это кооператив с кубиками, в котором вы будете передвигаться на самолете между различными локациями. И пытаться совместными бросками кубиков замочить злодеев. У героев будут некоторые синергии. И вы, соответственно, будете бросать кубики в этой кубометной кооперативной игре. Честно говоря, мне не очень понравилось, как она выглядит. И вообще странно, что они решили сделать именно в таком формате. На мой вкус, это странный выбор. И напоследок показали игру, о которой я рассказал на прошлой неделе. Descent Legends in the Dark. И ребята из Fantasy Flight Games сделали это очень забавно. Они сделали вид, как будто стрим закончился. Такие, типа, все, закончилось, хорошо. Окей, тогда давайте достанем эту коробку из постала. Что она здесь мешается? Он поднимает эту коробку, держит ее вот так. Она огромная такая, коробень. И он говорит, нет, нет, чувак, стрим еще идет, стрим еще идет. Он такой, ой, ничего себе. И так. И на этом обрывается трансляция Fantasy Flight Games. Что в этой коробке нам так и не показали за весь Джан Кон. Еще не успела Гага привести к нам основной базовый сет игры Unmatched. А уже объявили 125-й доп к этой игре. Я, конечно, про 125-й шучу, но допов уже вышло достаточно много. И еще много было объявлено. Новый доп будет посвящен Баффи, убийце вампиров. В нем будет 4 новых персонажа. И я вот сам лично очень жду дополнения по Звездным Воинам. Потому что, как вы помните из моего обзора на игру Unmatched, эта игра начиналась как раз с игры по Звездным Воинам. Издательство Loki, про которое мы неоднократно рассказывали у нас в обзорах. В частности, у нас есть целая детская рубрика, которая рассказывает про детские игры. А издательство Loki издает очень красивые детские игры. Объявила новую игру. И называться она будет Charlie Detective. Как вы понимаете, это детективная игра, настольная для самых маленьких. Переиздание получит сразу две коробки игры Shadows of Brimstone. Это две базовые игры первого сезона. И в новом издании будут минки покруче. На картах поменяют некоторые слова, некоторые способности. Допилят текст и внесут некоторые изменения в компоненты. И вот скажите, что теперь владельцам первого сезона, не переизданного, покупаете теперь апгрейд паки, что ли, опять? Еще переиздание получит любимая многими игра Антуана База 7 чудес. И вот здесь уже изменения будут чисто косметическими. С визуальной стороны она изменится. И поэтому старые дополнения, которые у вас были, под новую базу не подойдут. А вот Santorini получит новое издание. И оно будет отличаться от предыдущей коробки. Это будет новая версия. И действие будет происходить в Нью-Йорке. Вы все так же будете строить города, но здесь вам нужно будет захватить статую свободы. У вас будут новые и другие карты. И у вас даже игровое поле будет не квадратное. Если вы не знаете, что такое Santorini, рекомендую посмотреть обзор у нас на канале. Издательство Pandasaurus Games продолжает дать тематику парк... Простите, не парка. Острова Юркского периода, как они его назвали. И они выпустят игру Roll'n'Ride в этой самой, ну скажем так, вселенной. А еще они сделают одну игру, тоже с динозаврами, но уже немножко по другой вселенной. Короче, видимо, у них какой-то фетиш по динозаврам. Игру, которая будет называться Gods Love Dinosaurs. И она выглядит немножко странно для меня. Ну, посмотрим, может быть игра будет классная. Mythic Games порадует нас анонсом того, что они сделают в настольном варианте игру Darkest Dungeon. Это очень популярная цифровая франшиза. А вот Renegade Games в рамках Gen Con'а анонсировали игру Embarcadero, которая скоро выйдет на Kickstarter. И это Евро. В ней нужно вам будет разыгрывать карты, размещать грузы так, чтобы контролировать склады и получать как можно больше победных очков. По внешнему оформлению она почему-то очень-очень напоминает Маракайба. Вот вы посмотрите на коробки и реально прям похоже. А еще они также показали геймплей игры повселенной вампиров Маскарада. Игра будет называться Rivals, я про нее уже рассказывал. И многие фанаты этой вселенной узнали в этой игре многие элементы из Vampire The Eternal Struggle. Это старая карточная игра, по которой даже в Москве проходили турниры. И вот если присмотреться, то карточки построены по тому же принципу. И даже символы на них не претерпели сильных изменений. Интересно, это новая версия той игры или это они просто сделали что-то похожее внешне? Кстати, ребята, данный новостной выпуск проходит при поддержке магазина Meeplehouse.ru. И это, если вы не знали, производитель офигительнейших игронайзеров для настольных игр. Они подходят под любые игры, вы можете сочетать их между собой как хотите. И кроме всего прочего, у ребят есть магазин с настолками, аксессуарами и всем, что вам может понадобиться для настольных игр. В том числе те самые органайзеры. Если вы не знаете, как это выглядит, я рекомендую вам посмотреть ролик, который сейчас идет вот здесь. В нем показано, как в эти Meeplehouse уложить игру Робинзона Круза. Как мы уже говорим, как от Meeplehouse-ить Робинзона Круза. И как я уже сказал, которую неделю подряд с новостями кикстартера нам помогает разобраться Илья Мурсеев из блога OhMyGames. Илюха, привет! Друзья, Юра, всем привет! И кикстартер мы начнем тоже с переиздания. В этот раз это будет игра Райна Рокницы и Тутанхамон. Эта игра представлена на кикстартере с новыми иллюстрациями от художницы, которая иллюстрировала игру, которая называется Небоскреб Сити. В этой игре вы отправитесь по Нилу в гробницу, где будет упокоен Тутанхамон. И попутно будете жертвовать ему в гробницу различное свое имущество. Кто больше имущества пожертвовал, тот и станет верховным жрецом и получит больше очков. По-настоящему, это такой сет-коллектинг, который, честно говоря, мне не очень нравится, как внешне выглядит. И, судя по правилам, честно говоря, игра тоже не особо интересная. Хотя, Райна Рокницы отличается тем, что у него очень простые правила. Игры изначально выглядят банально, но в них есть глубина какая-то такая вот определенная. Илюха, тебе, кстати, какая игра Райна Рокницы нравится больше всего? И что думаешь про Тутанхамона? А кто лучше всех пожертвовал? О, ни хрена себе вопрос. Какая игра Рокницы мне нравится больше всего? А у меня есть какая-нибудь игра в коллекции? Юра, здесь я с тобой, пожалуй, солидарен насчет того, что игра выглядит не очень-то интересно. По-моему, ей причем исполняется 20 лет, в связи с чем и связано переиздание, но могу ошибаться. Могу привести в пример тоже, как по мне не слишком удачное переиздание это Амон Ра. Да, наверное, там хороший аукцион и все такое, но я как-то вообще, к сожалению, не впечатлился игрой. Тутанхамон тоже не привлекает. А вот загадка насчет того, какая игра у меня любимая от Райна Рокницы. Я вообще подумал о том, что Райна Рокницы скорее не мой автор. Я во много достаточно игр его переиграл. Конечно, из тех, что были локализованы в России. И как-то все-таки безэмоционально. То есть, понятно, что каждая его игра будет работать так или иначе механически. Но вот эмоционально она у меня, к сожалению, не вызывает отклика. С другой стороны, мне безумно просто нравится Battle Line. И вот недавно я в Нижнем протестировал его игру Neptune и Vesta. Ну, так ее и сдали звезда. А вообще она называется Ktulhu Rising. И вот она мне очень сильно зашла. Таким образом, я думаю, что мне скорее нравятся небольшие филерки Райна Рокницы, где все безумно просто, зато очень глубоко заходит. Так что, вот, Battle Line, Neptune и Vesta и подобные дуэльные игры Райна Рокницы, мне кажется, это топ. А вот такие большие, это уже, ну, пожалуй, что пережиток. От создателя игры Raccoon Ticoon на Kickstarter вышла еще одна игра с антропоморфными животными и красивыми иллюстрациями. Называется она Lizard Wizard. Это игра на выбор действий, где вам нужно будет выбрать ящерицу волшебника, построить ему башню, набрать ингредиентов для заклинаний, найти ему в миллиарды и отправить его в подземелье, добывать победу. Выглядит игра симпатично, но звучит очень обычно. И предыдущая игра не особо нашла отзыв у публики. Я, конечно, могу быть неправ. Илюха, ты что скажешь? А, ну, то есть, типа, Ракун Тайкун и Lizard Wizard. Ха, вот это шутки. Ну, реально, чисто приколоться за название, типа, Ракун Тайкун, Lizard Wizard и купить обе игры, просто приводить друзей в дом и говорить, зацените, у меня есть Ракун Тайкун и Lizard Wizard. Вот, очень весело. Насчет самой игры, мне кажется... И еще одно переиздание, это Петрикор. Сегодня вообще день какой-то переизданий. Я очень люблю эту игру, в которой мы управляем облаками и дождем. Очень необычная идея, очень необычная механика, в которой вы выбрасываете из облачков капельки на одном игровом поле, разыгрываете карты для того, чтобы сделать это, и чтобы взаимодействовать еще и с другим игровым полем, и вам нужно иметь контроль над обоими полями для того, чтобы победить в доигре. Очень круто, достаточно мозголомно и очень-очень красиво. Она даже в базовой комплектации выглядела красиво, а сейчас на Kickstarter вышла ее делюкс-комплектация, в которой будет очень крутой игронайзер от Game Trace. Там же будут прям пластиковые облачка на прозрачных подставочках от этой же компании. И выглядит игра, конечно, очень клево, и кроме всего этого в ней будет сразу три дополнения. Илюх, ты в Петрикор играл? Как тебе игра? Серьезно? Петрикор? Нахрена его переиздавать? Нахрена его вообще было издавать? Ну не знаю, вообще на самом деле... Давай так, Юра, процесс там может быть и ничего, но к нему очень сложно было продраться из-за правил. Я не знаю, то ли это ваш перевод был такой, то ли действительно. Часто и английские правила компонуют так, что это просто мама не горюй. Поэтому я даже не смог нормально оценить процесс, да и, честно, желания-то нет. Поэтому забиваем все дружно и идем дальше. Я не считаю, что Петрикор уж настолько достоин внимания. И еще одно переиздание. Это игра в новом виде и с новыми дополнениями. Называется игра Винил. И в ней вы будете собирать коллекции пластинок. Вы знаете, что хотите, и приблизительно знаете, где это взять. Но другие игроки тоже захотят те пластинки, которые хотите вы. И при этом всем у вас место для коллекции ограничено, поэтому время от времени вам придется расставаться с коллекцией для того, чтобы взять более хорошую. Дополнение дает новые игровые стили, то есть, например, вы можете добавить в игру, например, Heavy Metal. Илюх, еще одна игра про музыку. Как тебе? Место для коллекции ограничено. Ха! Юра, в одном из выпусков мы уже с тобой обсуждали игру про музыку. Выяснили, что не все игры можно назвать удачными. И вот Винил, мне кажется, тоже можно смело пропускать. Тем более, что недавно была тоже игра про коллекцию. Это Shelfie Stacker. Это типа смесь Азула и Саграды, где вы бросаете кубики, на которых указано, сколько коробок, то есть число, вам надо запихнуть в полки. При этом я хотел ее себе купить, но она выходила жутко дорогая. То есть, Азула у нас в России стоит 3000 рублей, Shelfie Stacker там стоил 6 или даже больше 1000 рублей с доставкой, плюс налоги, плюс напиво. Поэтому я как-то вообще подзабил. И Винил, мне кажется, в этом плане, когда есть Shelfie Stacker, теперь на рынке для коллекционеров на столах будет менее интересным. Мне кажется, это вполне очевидно. Boss Battle. Это игра для одного-четырех игроков, который обещает быть карточной ареной с элементами RPG, в которые игроки либо совместно будут пытаться замочить босса, либо один из них станет этим боссом-драконом и будет воевать против них. И самое интересное, мы в игре обещают поле, которое позволит вам прочитать действия оппонента на два хода вперед и, в принципе, все. На мой вкус, что-то не то, но 20 тысяч долларов они уже собрали. Тебе как, Илюх? Вообще, реально ничего интересного нет. И Boss Battle тоже не выглядит интересным. У нас был локализован Boss Monster, который мне несколько лет назад расписывали, как просто великолепнейшую карточную игру, и этого в ней не оказалось совершенно. Пропускаем, короче, весь Kickstarter сегодня. Юрец, это какая-то херня. Давай по новой все. Как-то они загнулись. Но они, видимо, выжили все силы на Death Reckoning и вот Perseverance от автора Анахронности. Вот эти два проекта были прям таким глотком свежего воздуха на Kickstarter. Сейчас уже... Спасибо тебе, Илюх, за то, что участвовал в наших новостях и сегодня. Ждем тебя на следующей неделе. А я хотел бы вам напомнить о том, что если вы хотите получать больше информации про настольные игры, вам стоит подписаться к нам на Boosty, потому что, например, по ссылке в описании снизу вы уже можете посмотреть. Мы наснимали дополнительных 50 игр. Это летсплей, анбоксинги и обзоры, которые доступны эксклюзивно для наших подписчиков на Boosty. Присоединяйтесь к нам и получите, кстати, доступ в наш чат, чтобы общаться с нами в любое время. У нас там много приятных, хороших людей и всегда обсуждают самые свежие новинки и самые интересные игры. Boosty.to.slashgeekmedia Подписывайтесь на нас. Продолжаем тему переизданий. В рубрике теперь уже про наших издателей. И Хобби Уолт выпустили вторую редакцию карточного Pathfinder. Вторая редакция в основном отличается измененными иллюстрациями, оформлением, но есть и некоторые изменения игрового процесса. Причем при этом она подходит под дополнение первого издания и вы сможете их спокойно смешать. И еще скоро выпустят большое приключение для подземелья и драконов и оно будет проходить в Уотердипе. Это прям звучит очень ностальгически и круто. И в нем вы отправитесь искать сокровища. И, кстати, я же обещал вам ДНД, поэтому не пропустите наш стрим 12 августа. А для карточного ужаса Аркема скоро поставят продажу дополнение Лабиринты Безумия. Его можно играть отдельно или сыграть как мини-компанию из трех сценариев. А с двумя коробками этого дополнения вы можете сыграть сразу в 12 человек и ваши партии будут идти параллельно. Звучит прикольно. Лавка игр сообщила, что выпустит дополнение Анте Ап. И это первый большой доп к легендам Дикого Запада, в котором вас ждут новые персонажи, новые карты и целый пояс, который вы сможете грабить, если вы играете за бандитов. А еще Лавка запустила предзаказ на Виконтов Западного Королевства. Обзор у нас вы можете посмотреть на канале. Он вышел в понедельник, но игра уже закончилась на предзаказе, поэтому вам она не останется. А Магеллана издаст на русском языке игру Блумтаун и назовет ее Город Мечты. Это семейная игра, в которой вы будете из стайлов строить процветающий город, чтобы набрать себе как можно больше очков. И это все на сегодня. Спасибо, что смотрели новости от Geek Media. Не забывайте, что в магазине Mipplehouse.ru проходят постоянные акции и скидки, и вы можете выиграть различные игры у них. А если вы хотите больше контента по настольным играм, и в том числе видеть записи наших стримов, подписывайтесь на Boosty, на нас. Ссылочку вы найдете в описании. И не забывайте, что прямо сейчас вы посмотрите классный стрим. А с вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok